Пример. В детстве, как и все маленькие дети, я переболел кучей болезней. Когда я учился во втором классе, я попал в больницу, мне удалили миндалины. Все анализы показывали, что у меня ревматизм. Почти до 6 класса хрустели суставы. Было больное сердце, избыточный вес. Приходилось выслушивать насмешки и прозвища от сверстников. В 13 лет я начал заниматься спортом. Было великое желание поступить в летное училище. Мечта моя сбылась. В 18-20 лет я был нормальным, сильным, здоровым парнем. Но училище мне удалось закончить. Я получил психическое заболевание, которое приобрело хроническую форму. И через каждый год, а то и полгода, приходилось посещать нелицеприятное заведение. Мне дали вторую группу инвалидности. Другими заболеваниями до 25-летнего возраста я не болел. В промежутке 25-30 лет я стал восприимчив к гриппу, но медикаменты никогда не употреблял. Считал, что с болезнью организм должен бороться сам. Ох, какой молодец. Наступили какие-то критические моменты. И вроде жить-то хочется, и в то же время жизнь не в радость. Сердце берет какая-то непонятная невыносимая тоска. Постоянные заботы и тревоги отбирают все силы. Все в сером цвете. Да еще полтора года назад меня начали мучить зубы. Три зуба пришлось удалить и поставить протезы. А ведь по утрам я их чистил каждый день. Увы, наивно думать, что зубы сохраняются от чистки. Даже регулярные. Этого совершенно недостаточно. Крепость зубов зависит от здоровья всего организма и правильного питания. Поэтому обратите внимание на работу желудочно-кишечного тракта, на полноценность питания, и тогда зубы будут сохранены без щетки. Книгу вашу я обнаружил совершенно случайно. А именно, уринотерапия. Древние методы толкования практика. У меня мать медицинский работник, поэтому подобную литературу она собирает. Прежде чем начать пить урину, я несколько раз внимательно прочитал вашу книгу. Вот так и надо поступать. Пить начал сразу, без всякого привыкания. Три раза в день. Свежую, среднюю часть, не отрываясь. Нечетное количество глотков. С помощью компаса сориентировался на восток. Первый прием я делал с 3 до 5 утра. Второй с 11 до 13. Третий с 17 до 19. После 20 часов до 3 утра никогда ее не употреблял. Массаж я делать не стал. Все-таки присутствуют какие-то барьеры того, что люди окружающие тебя не должны знать, что ты занимаешься этой процедурой. До сих пор у меня в семье никто не знает, что я занимаюсь уринотерапией. Намного проще иметь часы на руках и в кармане складной стаканчик. Все это ты можешь использовать в любой момент в назначенное время. Я как-то хотел с матерью разговаривать на эту тему, но она мне дала понять, что у них в больницу с отравлением мочой различными осложнениями поступает немало людей. Тогда я этим словам не придал никакого значения. Как все время пил, так и продолжал пить. И еще, меня не остановило то, что первый месяц приема во время эпидемии гриппа, причем грипп ходил очень коварный, я переболел им каких-то 2 дня. Раньше это было 4-5 дней. Первые 3 месяца у меня не было никаких ощущений, но я заметил, что испражняться стал каждый день регулярно утром в одно и то же время. Это лишнее доказательство того, что уринотерапия налаживает внутреннюю энергетику организма, согласовывает активность акупунктурных каналов с внешним проявлением энергии. Раньше такого я за собой не наблюдал. И где-то через 3,5 месяца возникла острая боль в запястьях рук и коленных суставах. Ноги начала выкручивать так, что хоть на стенку лезть. У меня часто крутило ноги под непогоду, но такого не было. Появился геморрой, сильные боли в половых органах, резь при мочеиспускании, половое бессилие, ужасные боли в пояснице, в самом позвоночнике, резь в животе, боли в правом боку, под грудной клеткой в области солнечного сплетения, сильная изжога, боли в легких, кололо сердце, болело горло, закладывало нос, болело правое ухо, заболели зубы. Некоторые из них начали шататься. Непонятный осыпь на теле, прыщи, угри. До фрункулов, правда, дело не дошло. Появился грибок между пальцами ног. Около паха вообще грибок ужасный был. Температура тела не поднималась. Если нет подъема температуры тела, то это симптом, указывающий на кризис, а не на болезнь. Все это продолжалось месяц небольшим. Одна болячка сменяла другую без перерыва, потом угасала, потом опять возвращалась. Было такое время, что на день функционировали по две, по три, а то и по четыре болячки. Извините, но это был кошмар какой-то. Этот промежуток времени для себя я окрестил маленьким адом. Вот здесь я и вспомнил то, что говорила мне мать. И у меня сложилось впечатление, что отступать дальше некуда. Раненый зверь намного опаснее здорового. Появилось странное хладнокровие. Странное хладнокровие – это когда включается наша неизменная сущность душа. Она знает, что гибнет тело, но не она сама. Слепая вера, находящая до фанатизма, что все будет нормально. Я продолжал ее родимую пить. Шутки с шутками. А ведь тогда мне было не до шуток. Кроме этого, утром и вечером стал полоскать рот, горло, промывать нос урины, применять вечером душ каждый день. Все это я делаю и по сей день. Конечно, я готовил себя к ризнественным явлениям, о которых вы упоминаете в своей книге. Но вот такого не ожидал. По-моему, это было похоже не на кризисное явление. Этот человек правильно оценил ситуацию. Это не кризис, а изгнание овладевшего им демона. Это была беспощадная, жестокая война здоровых сил организма со всей нечистью, болячками, болезнями, которыми в большинстве случаев ты никогда не страдал, и от существований которых даже не подозревал. Маховик этой страшной борьбы был раскручен настолько, что мне казалось, остановить все это невозможно. Молился и крестился. Облегчение почувствовал на пятом месяце приема урины. На шестом попробовал заняться бегом. В молодые годы, я имею в виду после армии, несколько раз пытался бегать кроссы, но пробегал 2-3 километра. На следующий день у меня болели мышцы так, что отбивало всякую охоту дальше заниматься. Первый день я пробежал 3 километра, как когда-то бегал раньше. И велико же было мое удивление, когда на следующий день я не почувствовал никакой боли в мышцах. Тогда пробежал на следующий день 5 километров, потом 6. От нагрузки я чувствовал приятную усталость в ногах и теле, и ноги мои гудели, как трансформатор. Я начал бегать по 10 километров, и на этом не остановился. И если честно сказать, я никогда таких дистанций не бегал. А сейчас бегаю каждый день по 10 км без отдыха. Появилась какая-то странная выносливость. Ростом я 1 метр 80 сантиметров. Вес 92 кг. Для моих лет это еще не страшно иметь такой вес. Мне 31 год. На 7 и 8 месяце приема урины изо рта стали частично выходить волосы. Один раз вообще клубок вышел из 4 сплетенных волос. Вот это у меня никогда не было. Мать мне сказала, что это выходят болезни и волосы эти обязательно надо сжигать, что я и сделал с большим удовольствием. Сейчас я вешу 80 кг, как нормальный здоровый парень в 20 лет. Тело мое стало чистым, упругим, красивым, сильным. Исчезли морщины на лице. Большое спасибо вам за вашу брошюру. Только благодаря вам я взглянул на мир другими глазами. А самое главное, уже 2 года я не посещаю дурдом, попросту говоря. Вот это для меня действительно неожиданность. Теперь по настоящему чувствую каждое время года, которое по-своему прекрасно. Даже в молодые годы я так не ощущал его. Сейчас я окончательно понял, что самая большая ценность для тебя это твое здоровье, посредством которого ты воспринимаешь все то прекрасное, что дают тебе люди и природа. Люди ищут какие-то травы, тратят огромные средства на химикаты, медикаменты, не подозревая того. Какой совершенно простой нам шанс дает природа, чтобы выжить и жить. Письмо этого молодого человека я оставлю без комментариев. Надумали приобретать? Сообщайте мне на электронную почту, я вас занесу. Наберется тысяча, будет. Не наберется, ну что поделаешь.